Появление трактора Ford Model 9N или Ford Ferguson, как его еще называли, стало важным событием в истории тракторостроения. Это, безусловно, передовая на то время машина объединяла в себе производственные и маркетинговые ресурсы Генри Форда с преимуществами производительности системы навесного оборудования и управления Гарри Фергюсона. Планировалось, что программа запуска производства Ford 9N в 1939 году в США окажет большое влияние на отрасль. Но в то же время у Фергюсона был уже неудачный опыт с выпуском в Британии трактора Ferguson Brown, первого трактора, оснащенного трехточечной навеской и гидравлическим подъемником к ней. Поэтому на этот раз нужно было учесть все уроки прошлого. Презентация нового трактора была организована в два этапа. Сначала было водное собрание для американских дилеров, которое организовал Гарри Фергюсон, а затем последовала основная часть программы презентации на ферме Генри Форда недалеко от Детройта, где были щедро приняты почти 500 гостей. Должно быть, это было незабываемое событие для всех, но особенно для Дэвида Макларена, который был одним из водителей трактора на демонстрации в Спашке. Дэвид был восьмилетним учеником местной сельской школы, и его включили в состав демонстрационной команды, чтобы доказать, что с трактором 9Н может справиться даже тот, кто не обладает большой физической силой или многолетним опытом вождения трактора. И Форд, и Фергюсон понимали, что для многих потенциальных покупателей нового Форд 9Н этот трактор вообще был первым трактором после опыта работы только с лошадьми. Фермеры и так сомневались в выборе машины, а тут еще странная система крепления навесного оборудования и незнакомая никому гидравлическая система. Выступление юного Дэвида, по-видимому, имело успех. В одном из отчетов утверждалось, что борозды, которые он проделал, были такими же прямыми, как и у самого Гарри Фергюсона. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова